Здравствуйте! Небольшое видео запишем, так сказать, с горизонтом на неделю. Некоторые интересные факты, некоторые интересные моменты и мои личные мнения здесь освучиваю. Соответственно, если вы с ними согласны, либо у вас есть какое-то опровержение, конструктивное, то welcome в комментарии, читая все, отвечая, в принципе, тоже практически все. И спасибо всем, кто там что-то отписывается. Ну, начнем мы с вами с того, что же, собственно говоря, творится в мире. Все прекрасно видят, у нас тема одна. Вирусы, это, наверное, со всех телевизионных источников с вами несется. Ну, собственно говоря, что делать с этим вирусом? Слушайте, ну, давайте маленько взглянем, так сказать, на правду лицом. Распространяется. Распространяется сильно. Не сказать, что уже распространяется как-то там у нас особыми темпами, да, уже, так сказать, спадает все это дело. И что хочется отметить, то, что количество выздоровевших становится уже чуть-чуть больше, чем тех, кто не справился с этим недугом. По заверениям некоторых агентств, да, информационных, да, по исследованию некоторых агентств, в чем беда этого коронавируса? Ну, мало того, что особо-то крутой вакцины на самом деле нету, но беда в том, что он развивается очень быстро. По темпам развития, по темпам развития заражения, да, его обгоняют только лишь ОРВИ. Но по темпам смертности он далеко не доходит ни до типичной понимания, ни до вот этого вот птичьего гриппа, который присутствовал на рынке и вроде бы как-то ничего пережили. Но, в принципе, сейчас паника, во всем паника, рисков на рынке, фондовые индексы заваливаются, так сказать, активы и убежища растут. Но когда-то же это все должно прекратиться и мои основные идеи, позиционные идеи заключаются в том, что это все прекратится и мы не то чтобы вернемся к тому, с чего и начинали падать, но, во всяком случае, устроим какой-то откат, на который можно попробовать заработать. Ну, вот ближайшая мысль, которая приходится мне в голову, да, это нефть. 20% спрос на такое значение упал спрос в Китай на нефть, а Китай на самом деле очень такой большой, достаточно потребитель нефти в мире. Соответственно, что? Если нету спроса, то цены на данный актив заваливаются. В результате чего мы видим сами, что и нефть в марке WTI заваливается, и бренд за ней же пошла. Но доколе это может продолжаться? Не знаю, давайте сами пообсуждаем. Вот как только вот эта штуковина, так сказать, пойдет на спад, даже скорее всего не то чтобы на спад, а как только появится свет в конце туннеля, то и спрос может начать расти и может быть даже превысит те самые 20%, на которые, собственно говоря, он и упал. В ближайшие дни, сегодня, завтра собирается, ну 4-5 собирается технический комитет ОПЕК и ОПЕК+, который вполне возможно даст рекомендации о сокращении этого самого добычи. И вы все прекрасно понимаете, что если ОПЕК и ОПЕК+, начнет сокращать объемы добычи нефти, то это, собственно говоря, ограничит предложение и нефтяные котировки должны прекратить падать. И это для них в какой-то степени важно. Но отметим, что по данным за 31 декабря 2019 года вот такие темпы объема добычи нефти присутствуют в мире, то есть в лидерах у нас США. Ну это для тех, кто на самом деле не знал. Вторые у нас это мы, россияне, и вот третье место занимает Саудская Аравия. Саудская Аравия, которая больше всех на самом деле соблюдает сделки соглашения ОПЕК, ОПЕК+. Плюс Россия тоже вроде бы как соблюдает, но она вот тут все жалуется на конденсат, который входит в ее квоту, и она из-за этого конденсата не может все это делать делать. Соответственно, мы с вами можем предположить, что если саудиты начнут снижать объем нефти, то это будет, ну может быть и немного, но как минимум на короткий срок. Россияне тоже могут на самом деле это пойти, и вот тут если Россия согласится во всем этом деле сократить объем, то это даст больше эффект, чем согласится, например, саудиты. Ну а если американцы вдруг решат, что действительно и по ним низкие котировки нефтяные бьют, и они там скажут, окей, мы тоже кранчик прикрутим, то и здесь мы получим ошеломляющий эффект. Потому что лидеры у нас, напоминаю, американцы, и как вы тут не крутите. Хотя они не входят в ОПЕК и в ОПЕК+, и могут сказать на решение ОПЕК, сказать, да идите вы сами знаете куда. Соответственно, мы с вами видим, что нефть падает, и WTI приблизилась к отметке 50, и здесь я бы отметил, что в этой отметке, всегда присутствуют интервенции словесные, не только по нефти, а со стороны ОПЕК, ОПЕК+. Это было в 2019 году уже несколько раз, да, и весной, и осенью, мы с вами почти осенью, да, мы с вами видели пару раз то, что как только нефть приближается к отметке 50, мы видим некий отток и отскок, и более того, это все фундаментально подкрепляется. Еще раз говорю, что там были некоторые интервенции. Ну и отметка 65, это тоже по заявлениям самих же ОПЕК, ОПЕК+, да, что этот диапазон 65-50 для них очень-очень выгоден. Можно обратить внимание на то, что мы видим с вами вот такой вот интересный провал в 2018 году, который, ну а как же им выгодно тогда, почему они допустили падения? Но напомню, если вы вдруг не застали те времена, либо, не знаю, отсутствовали, что в момент вот этого снижения, страны ОПЕК и ОПЕК+, тоже собирались, и для того, чтобы принять решение о снижении объемов добычи, и, к слову говоря, они приняли. И тогда, в момент, когда рынок получил позитивные новости для нефти, и нефть должна была расти, она упала, на сколько? На 20%. Это очень много, конечно. Правда, мы сразу видим, что она и как горох от стены отскочила, на самом деле. Поэтому, даже если ОПЕК и ОПЕК+, по состоянию на сейчас договорятся о том, что они ограничены объемов добычи, не стоит ждать, что мы прямо сейчас ракетой вверх полетим. Все-таки нам нужно ждать, когда вот этот вот вирус, вот эта вот вся эпидемия начнет отпускать все рынки в целом. И вот тогда, да, тогда мы выйдем в появление спроса, и тогда мы уже увидим рост. Другими словами, я бы сказал так, что падение нефтяных котировок это вопрос времени. И так или иначе, они все равно отрастутся. И вопрос ОПЕК, если они снизят объемы, то это будет чуть-чуть быстрее и может быть даст больше эффект, чем если они этого соглашения на самом деле не встретят. Поэтому мои все позиции нацелены на покупку нефтяных котировок. Откровенно скажу, что есть и уже и длинные позиции, и добрало по 50, и будет возможность все купить по 43 или по 45, я это сделаю, уверяю вас. Кстати говоря, позиции и так далее, и так далее, и более подробная информация о всех инструментах, это уже на моем авторском канале. Ссылка на него будет, я так понимаю, в описании. Еще одна идея, это S&P 500 и падает, и понятно почему. Ну, в общем, все падают, и здесь у нас экономика рушится для многих стран, более завязанных с Китаем, такие как Apple и прочее, прочее. Но вспомним и мои слова, да, и слова Федеральной резервной системы США, точнее Джерома Пауэлла, что они будут продолжать программу не куи, они будут давать ликвидности столько рынку, сколько надо, дабы он не упал. Я каждый раз, наверное, говорю, но еще раз подскажу, что я верю в то, что ФРС в сговоре с Трампом. И на самом деле Трамп пока, наверное, лидирует, потому что оппозиции-то на самом деле как таковой нет. И что мы видим? Да, почти 80 миллиардов долларов было влито в финансовый рынок в виде сделок РИПО, и не только со стороны Федеральной резервной системы США, и это только за понедельник на самом деле. И, к слову говоря, я отслеживаю такие вещи достаточно часто, почти каждый день по 60, а иногда даже по 90 миллиардов вливается. То есть, как рынок только падает, я говорю об S&P 500, мы сразу с вами видим вкидывание ликвидности. Поэтому основная идея здесь моя, это то, что мы не увидим какого-то серьезного падения. И 3245, 3185 это тот баланс, который, я думаю, от него мы будем отпружить. Хотя, справедливости ради, замечу, что я не верю в то, что мы пойдем обновлять какие-то хаи, не на чем. Торговые соглашения с Китаем там вроде бы есть, все вроде бы есть. Ну, в общем, после таких потрясений о никаких хаях, наверное, говорить не придется, но и о серьезном падении тоже ждать не придется, не приходится ждать. Соответственно, тоже длинные позиции, без плеча, и еще раз говорю, что если мы провалимся на 20%, как это было в конце 2017 года, я тоже буду выкупать это снижение. Еще один момент, который бы я сегодня хотел обсудить, это Центральный Банк Российской Федерации и наш российский рубль в целом, который слабеет. И понятно почему нефтяные котировки внизу у нас, знаете ли, находятся. И если мы с вами посчитаем нефть марки Brent в рублях, то мы обнаружим, что она сейчас равняется 3526. Причем запись этого видеоролика проходит в момент, когда российская биржа не открыта. То есть нефть уже успела упасть, а рубль ослабнуть не успел. Соответственно, прям с открытием можно ждать, что рубль начнет в моменте слабеть. Обращаю ваше внимание, что 3525 не было ни разу за 2019 год. Это было в 2018 году, когда нефть там спекировала после решения ОПЕК. И то выстрелили очень быстро. И что нас тогда спасло? Выстрелившись в цене нефть. То есть в декабре 2018 года, в январе 2019 мы видели, как нефть растет очень хорошо. Что по большому счету и спасало в какой-то степени наш рубль. И рублевая стоимость нефти даже подрастала до 4800. Да, конечно, наш руководитель, наше руководство говорит о том, что у нас бюджет профицитный. И в принципе мы как бы отвязались от нефтяной иглы. Но как бы не совсем. То есть такие значения достаточно экстремальны. Соответственно, что нужно делать нашему центральному банку и нашей стране? Решение 2. Либо сокращать объемы нефти, добиваться того, чтобы нефтяные котировки действительно начали расти. Либо девальвировать нашу валюту. Потому что иначе в бюджете будут прошорканы дырки. По-другому на самом деле даже и не скажешь. Соответственно, я думаю, что будет предпринято и то и другое. И ослабление рубля все еще продолжится в целом. И мы можем достичь и 64, что уже в принципе было. И 64, и 80. Я тоже думаю, что в целом не за горизонтами. И по фьючерсу на доллар-рубль, который я просматриваю все больше. То есть 63, 250 фьюч на доллар-рубль. Я не жду падения. И только фактически рост. И этот рост мы еще предполагали с начала этого 2020 года. И я думаю, понятно по каким причинам. Но стоит еще отметить, что в пятницу состоится решение Центрального банка Российской Федерации. Где уже в прогнозе стоит отмечка 6%. То есть рынок ждет понижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Это не очень хорошо для Центрального банка Российской Федерации. Это не очень хорошо для Набиуллина. И в целом Набиуллина вообще я вам скажу, что списывает у Джерома Пауэлла. Обратите внимание, что понижение процентной ставки в России началось тогда, когда Джерома Пауэлла начал анонсировать понижение процентной ставки в США. То есть это происходило синхронно. Но вот последнее заседание ФРС нам подсказало, что Джерома Пауэлла не видит необходимости в понижении процентной ставки. Что вроде бы все как более-менее там хорошо, гладенько. И в общем мы там все подождем. А вот Набиуллина рынок заставляет понижать процентную ставку. Что значит заставляет понижать? Вот так выглядит кривая доходности долговых бумаг в России. И при текущей ставке 6.25 доходность и недельных, и двухнедельных, и месячных, и годовых, и трехлетних котируется значительно ниже, чем 6.25. Что говорит о том, что рынок в принципе уже заложил понижение процентной ставки до уровня примерно 6%. Соответственно на пятничном заседании Набиуллина должна будет понизить процентную ставку как минимум на 25 боецных пунктов. А если она этого не сделает, мы в моменте увидим усиление рубля. Достаточно серьезно. И серьезно для валютного рынка. И это плохо. Это плохо усилять рубль тогда, когда нефть вообще валяется где-то там на дне. Соответственно понижение процентной ставки будет. Особой волатильности в момент понижения на 0.25% какой-то не будет. Подергаемся, подвигаемся. А если вдруг она так сказать со своего широкого плеча сразу понизит на 50 боецных пунктов. В чем лично я сильно сомневаюсь. То мы конечно увидим с вами ослабление нашей российской валюты. И соответственно рост доллара к рублю, что замечательно. Но я думаю, что это маловероятный сценарий. Скорее всего все останется при тех ожиданиях, которые есть. То есть мы увидим понижение процентной ставки на 6%. А там уже будем ориентироваться на ту риторику, которая будет опубликована сразу же после решения процентной ставки. Вот они, три интересных момента, за которыми стоит следить. На мой взгляд это нефтяная история, это история с фондовым рынком США, а это история с рублем, если вы торгуете собственно говоря рублем. Ну и конечно следите за тем, как распространяется коронавирус. Эта штука никогда не должна закончиться и спрос на нефть со стороны Китая должен вырасти. Конечно, если среди китайцев останутся те, кто будут генерировать этот спрос. Но я не думаю, что вирус зайдет так долго, что китайцы поредеют. На этом все. Спасибо за внимание.